Сейчас возле гостиницы Променад все спокойно. В вчерашних событиях напоминают лишь куски камней и осколки стекол. Но вчера было все совсем иначе. Во второй половине дня у гостиницы Променад начали собираться активисты Майдана. Внутри нардеп Олег Царев. Активисты заблокировали здание и потребовали, чтобы одиозный политик немедленно покинул Одессу. Вызволять депутата пришли активисты Куликова поля. Их несколько сотен. Ноги в камуфляже и масках, в руках цепи и дубинки. Словесная перепалка и небольшие потасовки длятся больше часа. Затем начинается спецоперация по освобождению Олега Царева. Именно через эти двери Олега Царева вывели из здания. Здесь его ожидали микроавтобусы, на которых затем увезли. Ситуация накаляется. В ход идут не только дубинки и дымовые шашки, но и пистолеты. Милиция решает эвакуировать сторонников Майдана. Их в несколько раз меньше, чем активистов Куликова поля. Подгоняют автобус, в него заходят женщины и дети. И тут начинается настоящая бойня. Во время бойни сторонники Майдана пытались спрятаться в продуктовом магазине, но там их догнали и избили. На камеру продавчицы говорить боятся, но рассказывают, что весь магазин был в крови. Как удалось не угодить под горячую руку, до сих пор не понимают. Били всех без разбора. Девочки пришли, они вот за этим участком, где получается здесь стояли, с этой стороны, вот там машины. Говорит, прибежала, она живет. Говорит, пошел мужчина на десятую, а там тоже, видимо, какие-то движения были. С разбитой головой, говорит, пришел. После того, как сторонников Майдана вывезли из эпицентра событий, активисты Куликова поля вернулись в свой палаточный городок. Здесь продолжили отмечать день освобождения Одессы. Со сцены лидеры движения говорили, почему не ведут людей на штурм обл. администрация. Активисты Евромайдана утверждают, в массовых беспорядках они не виноваты. Драться ни с кем не хотели. Блокировали Царева невооруженные до зубов бойцы, а мирные люди, в том числе женщины и дети. Вы видели, как эти люди, в кавычках, понимая, что туда загрузили женщины и детей, видя, что люди, которые готовы сопротивляться, остались. Они пытались этот автобус уничтожить. Они стреляли в водителя. Три выстрела из травматического пистолета было внутри автобуса. Они туда бросали дымовую шашку, пшикали баллончиком. В общем, это такой ужас. Пробили колеса. Во время массовых беспорядков никого из агрессоров не задержали. Теперь милиция пытается найти виновных. Уже открыто уголовное производство. Работников милиции зафиксированы на месте событий порушения. В том числе факт побития скла на векнах автобуса. Это также будет фигуровать данная события по криминальному проведению. На данный момент действуют первочередневные досудовые следственные заходы. По результатам этих событий звернулись по допомогу 7 человек. Среди них один также работник милиции. Представители обоих политических движений утверждают, что поводом к массовым беспорядкам стали взаимные провокации. В частности, растопнанный красный флаг. Активисты Куликова поля тоже отличились. Несмотря на договоренности не проводить 10 апреля политических акций, они прошлись маршем по всему центру города под имперскими и российскими флагами. Баксим Шпат, Евгений Руденко, Первый городской.